На фоне такой страшный майнинг. Идет знаешь. Я вас приветствую, город Белгород, подвальчик белгородский. Начнем мы с доброты. Начнем мы с доброты. Это вот с этой коробки. Забежал курьер, знаете, и на много посылок в целом приходит. И ты думаешь, что же на этот раз? Что-то возможно, запчасти какие-то либо еще. Но мы открываем крышечку и видим листочек А4. Когда мы видим листочек А4 в файлике, это означает, что кто-то из подписчиков что-то нам делает. И ты только взгляни. Привет, команда HotPC. Привет из Питера. Питеру огромный привет. Даня, видео 29 сентября на 3 минуте 16 секунды ты сказал, что вам не привез поставщик кабеля питания и VGA. Ты был этим расстроен, два смайлика. Я сразу тогда понял, что мог бы подполнить ваш запас этими шнурками хотя бы на некоторое время. Очень долго собирался. Прости, но лучше поздно. Надеюсь, это будет не слишком. Здрасте. А, забрать, да? Сейчас присаживайтесь буквально секундочку. Будет не лишним грунтом для вашей мастерской. Я подписчик твоего канала и я не представляю вечер без очередного твоего видео. Желаю удачи и успехов в вашей мастерской. Ты и твоя команда вдохновляете меня заниматься любимым делом. Спасибо, подписчик Дима. Дима, огромное тебе спасибо. И несмотря на то, что запасы к тому времени немножко уже пополнились, после конфетки нам еще передали, вы взгляните на это. У нас теперь компьютерная мастерская обеспечена... Я просто в шоке. На самом деле это... Во-первых, у нас шнуры питания, Никитос, шнуры питания. И вот эти, знаешь, выгашечки. Это просто красотища. Низчайший поклон. Теперь наша компьютерная мастерская может себя чувствовать спокойно и спать тоже. Пойду, ноутбук людям выдам, и мы продолжим. Камера звук пишет. Никитос. Полетели, Ванек. Тебе можно не кидать. Сашка, поймаешь? Опа. Друзья, на, еще тебе одну. Опа, Санек. Оператур Данька. Лови конфетку. О, красавчик, Даня, красавчик. Молодцом. Значит, в сторонку ништяки. А теперь смотрите. Заказ 2800. Мы еще сегодня с вами наша простенькая добрая рубрика компьютерных историй. История таковая. Человек вот с этим счастливым заказом, таким четким 2800, пришел вчера и сказал-то, что изображения нет. А получилось все так. Его выключали. Он завис на весь экран. И все. Платформа АМ3+. У нас, друзья. Старушка, которой лет в обед уже скоро десяточка стукнет. Потому что, знаешь, когда-то АМ3+, это была мечта. Простых парней. Сейчас АМ3+, ты такой думаешь, господи, ты боже мой. Господи, ты боже мой. Но все милюбимые FX, ух ты, восьмитысячные, они были именно тут. Поворачиваем к свету наш системчик и давайте посмотрим, что у нас загорят. Ты посмотри, какой аккуратный. Какой аккуратный. Плата М5А97+. А, Никит, тебе тут можно поучиться этому, знаешь, кабелям. Да, ты посмотри, какой чистенький. Смотри, какой чистенький, аккуратненький. Учитывая, сколько, то есть, ну прям, ну что, вообще пыль, что ли, нету? Да ну, бред какой-то. Кажется, он его пересобрал, помыл, за Никитосу заплатил. Так, крышечку мы сразу отключим. В принципе, она нам тут не нужна. Но причем, ты посмотри, какая симпатяшка на резиновых вставочках всегда. Невозможно это снять с корпуса, вот честное слово. Вот эту штуку потом, вот, все, обратно ее не поставишь. Вот если ты сейчас ее снимешь, обратно ты это не поставишь. Поэтому мы это дело не трогаем. И давай посмотрим, как ведет себя аппарат. И попробуем разобраться. Для сегодняшнего, так сказать, теста диагностики, оживления или понимания всей этой ситуации, нам потребуется несколько инструментов. Нам потребуется шнур питания, чтобы запитать. И кабель HDMI, который должен быть подключен к монитору, чтобы мы посмотрели, действительно есть проблема у системника. Включаем кнопочку включения. И с вами наблюдаем вот такую картину. Берем, я знаешь, подготовился. Берем самую простенькую посткарту какую-нибудь. Берем с вами тестер блока впитания. Судя по всему, он нам не понадобится, все крутится. Берем с вами вот такой простенький мультиметр. Берем с вами отвертку. Вот такой вот у нас наборчик. Нам сегодня потребуется, чтобы попытаться понять. Давайте смотрим, что мы наблюдаем. Смотри, как у сверчка, у светлячка, у нас здесь присутствует лампа. Лампочка наверху. Вон какая лампочка. Чего-то она говорит и о чем-то нам говорит. Видеокарта у нас не крутится вообще. То есть, вон, видишь, кулерочки на видюшке не крутятся. Ну и судя по словам клиента, когда он сказал то, что все зависло и ничего у нас нет, то видюк вполне себе может быть причиной данного происходящего момента. Поэтому, раз у нас нет изображения, давай мы не будем долго выпендриваться. Мы положим вот на лопатки этот агрегат и отверточкой достанем видеокарту, чтобы ее поближе посмотреть, почему она не крутится. Опять же, невращение видюхи это не показатель того, что видюха неисправна может быть, но все возможно. Смотри, какая красотушка. Нет, не крутится точно не из-за того, что кулерочек нормально вращается. Sapphire у нас R7 240 на 1 гига GDR5 памяти. Хоть и простушка, но относительно современная видюшка. Вот, мы, соответственно, сразу ее подкинем на тест. Опа, карта у нас сразу, друзья, отпала как вариант. Картиночку выдала, закрутилась без проблем на другой системе. Соответственно, в любом случае у нас, если что, еще проверочная есть. Давайте сделаем, знаешь, классику жанра, который может делать абсолютно каждый. Берем с вами, откинем варианты оперативушки. Откинем варианты всего, что потенциально может влиять на вот такое вот кручение, верчение, запутание, мучение. Это как раз таки оперативушка. Опа, наглянем. Мы пока еще с вами не знаем, пока еще не знаем беду. Но статистика, на самом деле, вот этих вот 97-х плат говорит нам о том, что здесь может быть проблем в самой плате. Вот, потому что М3+, сами понимаете, а-ля 12-й год, вот тебе и время-то уже сколько. Тяжело и трудиться, но в таком идеале находится, что да что ты ж будешь делать. Опа, давайте сразу еще заткнем сюда посткарточку. Заодно мы можем посмотреть, что у нас с батареечкой. Наш ЭКМОЗ, все быстренько, все простенько, все смотрим с вами. На ней 305 присутствует, с батареечкой все хорошо. Давай еще раз попробуем посмотреть, у нас летят ли какие-нибудь вспомогающие моменты. Опрашивает ли вообще система наши все запчасти. И хоть что-то, хоть какая-то логика работает у компьютера или нет, смотрим. Посткады никакие у нас не летят, ничего у нас не происходит. И изображение у нас также, к сожалению, отсутствует на полной катушечке. Остается нам тут немного вариантов, друзья. Мы быстро сейчас подкидываем блок, мы быстро сейчас сбрасываем BIOS. Если это не помогает, достойматериночку из ее домика, который так тут аккуратненько сидит. Так что давайте быстренько сейчас сбросим его и возьмем на всякий случай еще проверочный блок. Не сдается наш моряк, он крутится все так же, как и крутился, таким приятным. Вот ему не хватает звука и вывести изображение. Но да, ничего абсолютно не помогает. Ему такое вот первенькое, что последнее у нас осталось перед тем, как все-таки материночку достать, это иди сюда, мы заглянем. Здесь должен стоять абсолютно лучший бюджетный проц тех времен. 4300FX. Это четыре ядрышка, которые до сих пор хороши. О, ты посмотри, какой красивый охладец. Смотри. Причем, как интересно сделан. Блин, видишь? Это такая подложка, она с трубочками нашими соприкасается. То есть прямо отдельно ее сюда зафигачили к этому алюминиевому радиатору. Прикольненько. Здорово. Но все. И термуха тут шикарная просто. Осталось только другой камушек подкинуть. И все здесь идеально. Удивительно. 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 Эпари... Бум. Думал позиции revis制ور. Удивительно. Я думаю. Удивительно. Я думаю. Не понял, World roverуacakt modelling. Субтитры создавал DimaTorzok Иди сюда, подлетай Когда все варианты исключены с точки зрения всяких совсем простых моментов Делается следующий шаг вот какой Забирается вот эта штуковина в корпусе DIP-8 Забирается она вот таким вот движением У нас, да, все, я проверил всю шляпу, которую можно было проверить Ничего нам это, никакого результата нас дало Берем аккуратненько ее Больше всего не люблю вот эту штуку, когда ножки у нее гнутся Ну ничего, аккуратненько все, нормалек Идем теперь сюда, запоминаем название платы М5А97+, иди сюда, дружище Не забываем, друзья, щелкнуть на кнопочку А где кнопочка подписаться? Вот, щелкнуть на кнопочку Чего? А нельзя сам на себя подписаться, да? Вы не забывайте, в общем, щелкнуть на кнопочку подписаться Пока говорил, забыл, как название платы называется М5А97+, М5А97+, шлепаем Шлепаем сюда Заходим, видим нашу материнскую плату Шлепаем драйвер, шлепаем BIOS И делаем вот так вот, друзья Мы с вами качаем, вот, собственно говоря, последнюю версию 91-ю Она у нас скачалась, мы берем, делаем сюда И делаем вот так вот, смотри Извлекаем на рабочий стол Огонь, огонь, огонь И делаем вот так Заходим, у меня тут кап-то бин Это мы, собственно говоря, у нас, потому что в формате кап скачался основной файлик Открываем эту программку, чтобы его сделать в бин Щелкаем, загружаем сюда На рабочий стол То же самое, у нас появляется вот такой вот файлик Опа, видишь, какой красавчик Теперь находим что-то, что похоже на флешку Вот, и идем Ну вот, похоже на флешку Идем, делаем вот так вот Опа Вставляем ее Берем, заносим наш файлик, который мы с кап-то бина закинули на флешку Он у нас вот сюда прилетел Отлично, 0901, наш последний BIOS Берем эту флешку Идем туда Параллельно, пока мы идем Мы с вами смотрим, что у нас за... Никого не отвлекая стараться, чтобы все было хорошо Мы с вами смотрим название нашей микросхемки Это у нас 25Q64FV Фигачим ее сюда Делаем вот так 25Q64 25Q64FV Находим ее в нашем корпусе Щелкаем сюда Отлично Теперь мы берем по ключику Мы ее давай сюда вставляем В наш программатор Критончик И щелкаем прочитать Собственно говоря, саму микросхемку У нас сейчас он быстренько ее прочитывает Рекомендации, естественно, мы дампы все сохраняем То есть, какая прошивка там была, мы ее на всякий случай Всегда ее делаем копию Чтобы в случае чего могли вернуть Но, опять же, это делается исключительно на ваш, так сказать Все, она у нас есть Мы ее сохраним сейчас на нашу замечательную флешечку Вот сюда Назовем ее, допустим, 23 Пусть так будет Опа Все, мы знаем Теперь мы заходим на нашу флешку И уже берем тот файлик, который нам нужен И находим мы наш файлик, который нам необходим Вот он, наш биновский 0901 И мы щелкаем прям, знаешь, без стеснения программировать Он сейчас стирает нашу флешечку Сейчас ее Запишет то, что нам нужно Потому что он очень быстро это все делает Потому что эта штуковина хорошая Надо, наверное, нам еще снять такой, да? Чтобы был Хорошая вещь или не надо? Это нормальная вещь Вообще хорошая вещь А лучшие появились или не появились? Нет Пока нет, это самое хорошее Есть еще импортный один Но я не знаю, чья поддержка там Я не наблюдал за ним За, скажем так За его жизнью Так, у нас все Микросхема, представьте Все как бы быстренько За программой Буквально на лету На всякий случай Берем все наши флешечки И идем с тобой Исключить вот этот вот вариант Все, здесь последняя прошивка биоса, друзья И давайте сожмем наши булки с вами вместе Чтобы мы услышали звук Пип Тогда это будет означать, что Давай сразу сведюхой клиента Поскольку она рабочая 100% Вариант нам нет уже смысла тут Ничего мудрить Соответственно, мы с вами сейчас Должны будем Откинуть еще один 100% вариант Флешка нормально прочиталась С ней все хорошо И мы зашили 100% на рабочую прошивку биоса Социального сайта Последнюю О, полетели посткоды Это очень хорошо Потому что до этого их у нас не было Никаких кодов И мы услышали долгожданный звук И мы увидели что? Мы увидели долгожданную Текущий биос Текущие настройки биоса Полностью поддерживаются В этом загрузочном устройстве Круто А если бы мы еще подключили клавиатуру Мы бы с вами смогли Дальше что-то сделать То есть, друзья У нас сегодня Вот такая вот Супер простая компьютерная история Потому что Все А, глянь 4350 Ничего себе у человека Какая красота, однако 8 гигов оперативной памяти И R7 видюшечка На 1 гигабайт Полностью рабочая Давайте подсоберем обратно этот компьютер Звонимся к клиенту Обрадуем его И что-нибудь хорошее скажем Здрасте, здрасте Да, присаживайся Присаживайся Сейчас я вынесу Алло, Владимир Да, Владимир Насчет вашего системечка Смотрите Супер ничего страшного нету У вас улетела прошивочка биоса Вот Перебрали, все проверили Все комплектующие у вас работают Ну, грубо говоря Прошивка и в бой А у нас по денежке вместе с диагностикой Ровно 2000 стоит Поэтому, в принципе Диагностический аппаратик уже готов Если все устраивает Можно приезжать забирать А, все работает, да? Да, все То есть биос перепрошили Он очнулся Все хорошо вроде как Никаких нареканий нет Термопастку заменили Ну, убедились, что все в норме Все в норме Он прямо передо мной сейчас работает До 6 мы работаем Смело приезжайте Вот Жив, так сказать Жив аппаратик Спасибо Все, да, на связи Да, хорошо Ага, до свидания Фу, ну вот Обрадовали клиента Черкни теперь в комментариях Процедура у нас, как вы слышали Обошлась в 2000 рублей Потому что Я вскоре хочу снять ролик На тему Как раз ценного образования В компьютерной мастерской И вообще показать Вот эту внутрянку С более глубоких сторон Напишите Как думаете, дорого Для этой всей процедуры Когда приносит системник С неизвестной проблемой Ты ее находишь Ну, казалось бы Выполняешь процедуру Потому что по факту Если точно знать, что делать Это знаешь, как делается Открывается крышка Достается прямо отсюда Не снимая материнскую плату Флешечка И буквально за 5 минут Аппарат готов Но Это в том случае Если ты действительно все знаешь Если ты не знаешь Это немножко Подольше выходит И вот Плюс 2000 рублей В компьютерную мастерскую Мы смело заработали Искренне, честно Я надеюсь, клиент останется доволен И Что я еще хотел сказать Да будьте счастливы, друзья Пусть ваши компьютеры Как можно реже ломаются И приносят пользу Именно в тех задачах И в тех целях В тех мечтах Которые вы для себя ставите Это была компьютерная мастерская HappyPC Внизу по ссылочке Вы можете найти На замечательном форум В точках happyc.ru Где вы можете задавать Компьютерные проблемы Допустим, как этот Аппарат При выключении Завис И больше не включился А дело оказалось в биосе Тоже определенный кейс Который имеет место быть Распространенная проблемка И мы ее относим К именно К простой компьютерной истории Увидимся с вами В новых Уже непосредственно завтра Всего вам хорошего Пока-пока